ЧП в гостинице Казахстан. Накануне утром в шахту грузового лифта с 23 этажа упал молодой мужчина. От полученных травм 20-летний алматинец скончался на месте. Расследованием этого дела полицейские взяты на особый контроль. Подробности узнаем у нашего корреспондента Натальи Кутлиной. Наташа, расскажи, что уже известно к этому часу. Санди, по предварительной версии полицейских в известной на всю страну гостинице, произошел несчастный случай. Комментировать это ЧП в самом отеле наотрез отказываются. Зато ситуацию буквально пару часов назад прояснили в алматинском ДВД. Житель города Алматы, 93-го года рождения, не заметил, как двери лифта открылись без кабины. И он в алкогольном опьянении не заметил, как там не оказалось кабины лифта. И когда он шагнул, с 23 этажа по шахту лифта он упал вниз. От полученных трав он на месте скончался. Когда он падал, ему оторвало правую ногу. И он сейчас доставлен в морг. Сейчас проводится, назначена судебная медицинская экспертиза. О последних часах жизни 20-летнего молодого человека следователям рассказал его друг. Вместе они встречали в Алматы российскую группу Слим. После концерта музыкантов разместили в гостинице «Казахстан» и сами остались там же. По словам полицейских, компания всю ночь выпивала, а под утро погибший якобы подрался с бэк-вокалистом группы. Мужчины поломали в номере мебель и побили посуду. Оплатить ущерб отелю приехала мать парня. Она же и должна была забрать его домой. Но уже в фойе молодой человек вспомнил, что забыл свой мобильный телефон и решил подняться на 23 этаж, где и произошло ЧП. Наташа, а руководство гостиницы будет нести ответственность за произошедшее? Это станет известно после доследственной проверки, которая сейчас идет. Стражи правопорядка вынуждены были попросить бэк-вокалиста группы Слим на время остаться в Алматы до выяснения всех обстоятельств этого дела. Также полицейскими сейчас допрашивается весь технический персонал гостиницы, чтобы выяснить, почему двери лифта открылись без кабины. Студия. Спасибо, Наташа. Продолжение следует...